Сегодня посмотрим как решать судоку. Судоку это числовая головоломка, так называемый магический квадрат размером 9 клеток на 9 клеток. То есть получается, что он имеет 9 строк и 9 столбцов. Этот большой квадрат делится в свою очередь на 9 маленьких квадратов. То есть вот он маленький квадрат 3 на 3. 1, 2 и так далее. 9 маленьких. И нам необходимо заполнить числами от 1 до 9 весь квадрат. Заметим, что уже какие-то числа там заполнены, какие-то числа там есть. Это такие числа-подсказки. Так вот нам необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом маленьком квадрате 3 на 3. Каждая цифра от 1 до 9 встречалась только один раз. Вот начнем с того, что посмотрим каких цифр от 1 до 9 не хватает в первом маленьком квадрате. То есть не хватает единицы, числа 2, тройки и девятки. Остальные есть. Вот здесь можно проверить. Теперь смотрим второй квадрат. Нам не хватает. Так, единицы не хватает. Число 2, да, тоже отсутствует. 3 есть, 4 есть, 5 есть, 6 есть, 7 есть, 8 нет. И все. То есть единицы, двойки и числа 8 не хватает. Так, в третьем квадрате, вот в этом, нам не хватает. Так, от 1 до 6 все есть. Значит 7, 8 и 9. 7, 8 и 9 не хватает. Следующий квадрат, вот этот. Нам не хватает. Так, числа 3, 7 и 8. Следующий квадрат, вот этот. Нам не хватает. Так, единица есть, двойка есть. Числа 3 не хватает. 7, 8 и 9. 3, 7, 8 и 9 нам не хватает. Следующий квадрат, следующий квадрат маленький. Не хватает 4, 8, 9. Следующий, правый угловой. Не хватает, смотрим, смотрим. Не хватает. Так, 4, 6, 7 и 9. Ну, вот этот еще квадрат запишем. Средний пока писать не будем. Это не обязательно. Потом разберемся. Значит, тогда получается, вот этот еще квадрат не хватает числа 2, 3 и 9. Теперь выбираем какой-нибудь маленький квадрат, в котором не хватает меньше всего. Вот 3 цифры не хватает, например, вот в этом квадрате. Начнем с него тогда, предположим. Что тогда у нас получается? Нам нужно вот в эти 3 клетки поставить вот эти 3 цифры. 1, 2 или 8. 1, 2 или 8. Заметим, что единица вот в этой строке уже присутствует. Значит, здесь единицы быть не может. То есть, единица может оказаться только вот в этой верхней строке этого нашего квадрата. Смотрим. То есть, или здесь единица, или здесь. Но в третьем столбце она быть не может, потому что здесь она уже есть. Вот она. А в столбце она должна встречаться так же, как и в строке, ровно один раз. Поэтому мы убираем ее вот с этого места. Убираем, потому что она уже вот здесь есть. И получается, у нас только одно место нас устраивает. Вот это место. Это и есть единица. Далее. Теперь число 2 и 8. Вот я уже говорил, что число 8 вот здесь уже во втором столбце есть. Значит, здесь его быть не может. Значит, для восьмерки остается только вот это одно место. Одно свободное место, которое нас устраивает. Так и запишем. То есть, число 8. Ну и, естественно, остается пустое место для оставшегося числа 2. То есть, получается вот здесь тогда число 2. Переходим к следующему. Ну, например, вот к этому можно квадрату перейти. Неважно. Предположим, к этому переходим. Что тогда у нас получается? 7, 8 и 9. 7, 8 и 9. Заметим, что вот в этом, во втором столбце, у нас уже 7 и 8 есть. Значит, вот в этой клетке, под цифрами 7 и 8, уже 7 и 8 встретиться не может. Значит, получается, что в этой свободной клетке, там где уже 7 и 8 в этом столбце есть, может быть только цифра 9. И больше ничего. Ставим 9. А значит, здесь остается 2 пустых места для числа 7 или для числа 8. Или для числа 7 или для числа 8. Посмотрим. Где у нас может быть число 7 или 8? Ну, вот предположим. Так, это у нас 9. Предположим, что у нас получается. Так, вот у нас 7 уже здесь есть. Значит, число 7 второй раз в первом столбце быть не может. Значит, получается, здесь остается место только для числа 8. Ставим 8. Ну, естественно, это на свободное место оставшуюся цифру 7 дописываем. Переходим к следующему квадрату. Следующий квадрат, вот этот, например. Что тогда у нас получается? У нас получается 3, 7 и 8. Где у нас? Вот здесь у нас есть число 8. Вот здесь у нас есть число 7. Значит, что это значит? Сейчас мы уберем это лишнее. Значит, у нас... Да, и вот у нас уже число 7 здесь во второй строке есть. То есть, 7 здесь быть не может. И здесь 7 быть не может. Почему? Потому что у нас в столбце вот в этом уже 7 есть. Значит, 7 здесь быть не может. Значит, остается только вот это место для числа 7. Других мест у нас нет. Значит, получается... Сейчас я это стираю. И у нас тогда получается, что число 7 мы запишем вот сюда. Далее. Число 8 проверим. Например, если здесь может быть, не может. Потому что у нас уже восьмерка вверху есть по этому столбцу. Первому столбцу в этом квадрате. Значит, число 8 быть не может. Значит, остается число 3. Ну, естественно, тогда в пустое место вставляем 8. То есть, несложно. Теперь переходим к следующему квадрату. Вот здесь вот не хватает 4 цифр. 4 цифр не хватает. Вот можно начать заполнение со следующего. Сначала можно заметить, что вот предположим, число 9 есть у нас во второй строке снизу. И в третьей. Вот оно, число 9 тоже есть. Значит, число 9 не может оказаться ни здесь, ни здесь. Значит, получается, для числа 9 остается только одно место. Вот это и есть число 9. Потому что число 9 в верхней строке оказаться не может. Потому что оно уже там есть. В третьей снизу я имею в виду. То есть, уже для числа 9 место нашли. Сейчас сразу запишем. То есть, вот здесь в углу это число 9. Остается 3, 7, 8. Смотрим число 3. Число 3 в последнем столбце есть. И вот в этом число 3 тоже есть. Значит, остается число 3 только вот в этом первом столбце. Я имею в виду из этих вот трех. То есть, получается, для числа 3 тоже место нашли. Сейчас сразу поставим число 3. Вот оно, число 3. Теперь остается 7 и 8. Восьмерка здесь есть. Вот она. Значит, остается... Здесь тогда восьмерки быть не может. Остается число 7 нужно вставлять. Число 7. Ну и, естественно, здесь тогда остается число 8. Кстати, тут тоже вот семерка была. Значит, семерки быть не может. Поэтому все правильно. 8. Идем дальше. Ну, например, вот к этому. К этому квадрату переходим. Что у нас? 4, 8 и 9. Заметим, что 4 и 8 вот в этом вот столбце у нас есть. Значит, в этом столбце не хватает только девятки. Которая может быть. Значит, уже точно понятно, что здесь будет число 9. То есть, ни четверки, ни восьмерки мы там вписать не сможем. Значит, вписываем сюда 9. Остается 4 и 8. 4, 8. Смотрим. Четверка есть вот здесь. Вот она. Значит, вот в этой вот строке четверки быть не может. Значит, тогда получается здесь должно быть 8. Запишем 8. Вот оно 8. Ну, и здесь тогда получается оставшееся число 4. Переходим к верхнему квадрату. Что тогда у нас вверху? Так. Во-первых... Так, не хватает 4, 6, 7 и 9. Заметим, что у нас 7 и 9 вот в этом последнем столбце уже есть. Значит, остается для этих двух клеток две цифры. 4 или 6. 4 или 6. Смотрим. Четверка есть вот здесь. Значит, вот здесь четверки быть не может второй раз во второй строке. Потому что во второй строке уже четверка есть за счет первого маленького квадрата. Получается, здесь тогда получается 6. Ну, а здесь тогда получается число 4. Так, остается еще два пустых места. Значит, там тогда нужно вписать 7 и 9. 7 и 9. Смотрим. Число 7 есть вот здесь. Значит, и здесь. Ну, на втором месте, понятно, тоже есть. Вот оно. Но это нам не важно. Тут же у нас все занято. Значит, получается, семерки быть не может. Значит, семерка может быть только в первой строке. Потому что в первой строке семерок нет. И нас она будет устраивать. Получается, в первую строку пишем 7. Ну, и тогда остается внизу место для девятки. Предположим, переходим вот к этому. К этому квадрату. Что тогда здесь у нас? Хотя можно было вот... Вот, давайте, наверное, заполним сразу вот этот столбец и вот этот столбец. Потому что у нас в столбцах не хватает всего лишь по одной цифре. А одну цифру всегда удобно и легко найти. То есть, что мы смотрим, не хватает. Просматриваем все цифры вот в этом во втором столбце. И замечаем, что не хватает, по-моему, единицы. Да, не хватает единицы. Вписываем единицу. Теперь смотрим, какой цифры не хватает вот в этом столбце. В третьем. В третьем столбце не хватает числа 2. Сразу вот вписали мы. Теперь заметим, что у нас опять не хватает в первой строке только теперь одной цифры. А если одной не хватает, всегда удобно найти именно ее. Смотрим, чего не хватает. Не хватает девятки. Идем дальше. Теперь смотрим, в первом столбце не хватает опять одной цифры. Опять смотрим и находим, не хватает в первом столбце, вот в этом, числа 3. Вписываем 3. Возвращаемся. Теперь заметим, что в третьей строке тоже не хватает одной цифры. Смотрим, какой цифры не хватает. Не хватает числа 3, по-моему. Так, еще раз сейчас проверю. Ну да, вот один есть, два есть, тройки нет. Пишем 3. Идем дальше. Теперь проверим вот эту вторую строку. Вторая строка. Что нам не хватает? Во второй строке нам не хватает числа 2 и числа 9. Числа 2 и числа 9. Вот двойка, заметим, уже внизу есть. Значит, двойки вверху быть второй раз не может. Значит, получается, что здесь должно быть число 9. Ну, а в оставшиеся клетки тогда получается число 2. Далее. Заметим, что вот в этой вот строке не хватает всего лишь одной цифры. Находим ее. 1, 2 есть. Так. Да, числа 8 не хватает. Вот сразу вписываем вот сюда число 8. Именно вот в этой строке не хватало восьмерки. Так. Идем дальше. Теперь заметим, что вот в этом столбце тоже не хватает одной цифры. Смотрим, какой. Так. 1, 2 есть. 3. Пятерки не хватает. 5 вписываем. Теперь заметим, здесь не хватает одной цифры. Что тогда у нас получается? Так. 1, 2. Так. Тройки нет. Да, тройки нет. 3 вписываем. Теперь заметим, что вот в этих двух столбцах не хватает по одной цифре. И легко их находим. У нас получается тогда в этом столбце у нас что получается? 4. И здесь у нас получается 9. Так. Проверяю. 4, 9, 3, 5, 8. Да. Итак, мы полностью заполнили весь квадрат. Кто понял, как решать судоку, напишите свой комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал.